Здарова бойцы, на связи Флесс. Скажу без преувеличения, перед вами один из самых полезных обучающих роликов на моем канале, особенно для новичков, которые боятся залезать в мультиплеер штурма из-за... из-за трэша, который там порой происходит. Рубрика «Курс молодого бойца» призвана искоренить этот влосчастный недуг под названием «Страх» и хотя бы частично ликвидировать безграмотность. В данном КМБ я максимально емко расскажу вам о том, как в мультиплеере начисляются очки, что влияет на скорость начисления очков, как работает система возврата очков. В общем, расскажу об игровой экономике и ее тонкостях. Альтернативное название ролика «Как не остаться в одних трусах под конец боя». Приготовьтесь впитывать важнейшую информацию. Для начала давайте разберемся, какие вообще виды ресурсов существуют в игре. Всего их три, хотя на самом деле их больше, но для экономики важны именно следующие ресурсы. КО – командные очки, ЛС – очки численности личного состава и СП – специальные подразделения или же специальные очки. Предлагаю начать со спецочков, потому что с ними все довольно просто. С первых секунд боя у вас максимальное количество спецочков. Они никак не начисляются, не зарабатываются, не восстанавливаются. Вам просто с самого начала дают полную пачку СП, у каждого игрока по 10 СП, и каждый уже сам решает, на какие спецюниты их потратить. Обременение здесь только одно – это время. Каждый спецюнит можно взять только через определенное время, и чем спецюнит дороже, тем дольше его придется ждать. Думаю, это и так все знают, я просто сказал это для целостности. Какие у спецочков есть нюансы? Ну, во-первых, их не всегда 10. Если вы начнете, подчеркиваю, именно начнете бой в меньшинстве, то общее количество СП у обеих команд будет все равно одинаковое. Например, если вы стартуете один против троих, то все спецочки вашей команды идут, конечно же, вам, и у вас их будет аж 30, как и у всей вражеской команды. Если же вы стартуете вдвоем против троих, то у вас и у вашего союзника будет по 15 спецочков соответственно. Ну, тут простая математика. И во-вторых, довольно важный момент, который лично мне херил не один бой. Если ваш союзник, у которого еще остались спецочки, выйдет из боя или вылетит, или, что чаще всего бывает, выйдет под видом вылета, ни вам, ни другим вашим союзникам, если, конечно, они есть, спецочки от того союзника не перейдут. Это игровая недоработка. Самое забавное, что вам покажут, сколько у вас должно быть СП, когда вы останетесь в меньшинстве, но самих очков вам не дадут. Так что будьте внимательны. Старайтесь все-таки не терять союзников, спецюниты играют слишком важную роль в сетевых боях. Итак, мы подошли к самому сложному и двойственному ресурсу. ЛС. Очки численности личного состава или просто очки личного состава. Что такое ЛС, объяснить довольно просто. Это, по сути, игровая валюта. Валюта, которую вы тратите на приобретение того или иного юнита. Например, захотели 57-ю 34-ку, накопили 525 ЛС, купили. Напрашивается вопрос. В чем сложность-то? Ну, сидишь себе, копишь очки личного состава, хочешь дорогой юнит, просто сидишь дольше. На самом деле, в системе накопления очков далеко не все так просто. Взглянем на эту знаменитую жуткую панель, которую некоторые боятся как огня и вообще не понимают. Не бойтесь, я вам объясню, что есть что. На кого пока не обращайте внимания, об этом поговорим чуть позже. Сейчас нас интересует именно ЛС. Левые цифры означают, сколько ЛС у вас имеется прямо сейчас. То есть, когда здесь будет цифра 525, тогда вы сможете взять желанную 57-ю 34-ку. Правые цифры менее информативны, потому что из боя в бой они всегда одинаковы. Если только хост не выставил какие-то необычные настройки. Но сразу оговорюсь, в этом КМБ я рассматриваю исключительно стандартные сражения в режиме захват территорий, чтобы вас не путать. Просто это самые популярные сетевые сражения. Так вот, в стандартных сражениях со стандартными настройками максимальное количество ЛС, которое со временем может накопить каждый игрок, даже если он будет сидеть и ничего не делать, ровно 3000. Данные цифры за это и отвечают. Как только бой начинается, вам сразу же дают 160 ЛС, чтобы вы потратили их на первые юниты. А дальше они сами по себе копятся, копятся, копятся. И железно на 25-й минуте боя останавливаются как раз на 3000 ЛС. По-другому в стандартных боях со стандартными настройками быть попросту не может. На самом деле, для нестандартных настроек действует такой же принцип, просто там цифры отличаются. Продолжим. Как только справа появляется цифра 3000, это означает, что все игроки уже получили по 3000 ЛС и больше ЛС никто просто так получать не будет. Самое время обратиться к нижним цифрам с плюсиками, которые обозначают сколько ЛС вы получаете за одну секунду. Другими словами, это цифры накопления. Левые, оранжевые цифры отвечают за накопление тех самых общих для всех игроков 3000 ЛС. Они тоже из боя в бой всегда одинаковые, но хочу заметить, в зависимости от промежутков времени боя, не совсем равномерные. А именно, до третьей минуты боя вам дают 1,5 ЛС в секунду. С третьей минуты боя 1,7, с шестой 1,8, с девятой 1,9, с пятнадцатой вам дают ровно 2 ЛС, с восемнадцатой 2,1, а с двадцать четвертой минуты вам будут давать аж 2,4 ЛС всего одну минуту. И, как я вам уже говорил, ровно с двадцать пятой минуты полностью прекращается пополнение так называемых общих ЛС для всех игроков. И тут игроки непросвещенные должны меня спросить, флесс, но ведь если всем игрокам начисляют лишь по 3000 ЛС, почему тогда в конце сражений мы видим, что игроки тратят очевидно больше 3000, а иногда и на порядок больше? Здесь-то и раскрывается самый главный партизан игровой экономики, механика возврата ЛС. Правые, желтые цифры как раз за это и отвечают. Дело в том, что когда вы теряете юнит, вам со временем возвращается, внимание, его полная стоимость. Причем в самой игре написано, что возвращается некоторое количество ЛС. Сразу скажу, эта хрень не верьте. Я несколько часов сидел тестировал, вам возвращают именно полную стоимость любого юнита. То есть, если вы слили королевский тигр за 2400 ЛС, вам со временем вернут эти 2400 ЛС, при условии, что у вас будет для них место. Ближе к концу видео я объясню, что это значит. Вот такой вот фортель. Но не обольщайтесь, сюда на механике есть свои подводные камни. Во-первых, за потерянный спец юнит вам ЛС никто возвращать не будет. И это логично, ведь вы покупали спец юнит за СП, а не за ЛС. Во-вторых, как только вы потеряете свой обычный юнит, те самые желтенькие цифры начнут показывать вам, сколько ЛС вы получаете, а если точнее, сколько ЛС вам возвращают за одну секунду. И вот на этом моменте в дело вступает не менее важный ресурс под названием КО. Командные очки. Для начала давайте разберемся, что такое КО. КО это ресурс, определяющий максимальное количество юнитов, которые вы можете взять одновременно. Или проще говоря, это лимит на юниты. В стандартных сражениях данный лимит составляет 100 КО. Что это значит? Вспоминаем нашу 57-ю 34-ку. Помимо того, что она стоит 525 ЛС, у нее, как и у любого другого юнита, в том числе и спец юнита, есть еще одна цена. КО. Как вы видите, она стоит 23 КО. Берем 34-ку и видим, что наше КО забилось на 23 соответственно, и всего у нас осталось 77 свободных КО. Смысл вы поняли. Кстати, здесь есть исключение. Немецкий Голиаф. Этот говнюк стоит 0 КО. И взять вы его можете, даже когда у вас КО полностью забито. Но какое отношение КО имеет к ЛС? На самом деле КО имеет прямое отношение не к общим ЛС, а к возврату ЛС. Сейчас слушайте максимально внимательно, потому что это и есть залог мощной экономики. Чем сильнее у вас забито КО, то есть чем больше у вас юнитов, тем медленнее вам возвращают ЛС за потерянные юниты. А именно. Если ваше КО забито на 24 и меньше, то никаких обременений нет, и вам спокойно будут возвращать максимальные 1,5 ЛС в секунду. Начиная с 25 до 49 КО вам будут возвращать 1,3 ЛС. Тоже довольно много. А вот с 50 КО и больше начинается жесткая просадка. С 50 до 59 вам возвращают 0,8 ЛС в секунду. С 60 до 69 0,5. С 70 до 79 0,4. С 80 до 89 0,3. И начиная с 90 КО вам будут возвращать всего 0,2 ЛС в секунду. Это минимум. Вот вам и ответ на вопрос, в том числе и мне, почему в конце затяжного боя, когда, казалось бы, у врага уже ничего не осталось, он продолжает брать и брать пресловутую элитную пехоту. А у вас в это время стоит где-нибудь дорогущий танк, который уже попросту и не нужен, занимает КО, и из-за этого вам слишком медленно возвращают ЛС за потерянные юниты. Отсюда следует золотое правило. Если вы тупо сидите и копите очки, это не значит, что вы самый экономически прогрессирующий игрок с самым большим запасом ресурсов. Напротив, ваша резервная подушка в виде возврата ЛС под конец боя будет нулевая, в отличие от игрока, который весь бой по чуть-чуть терял юниты, не имея при этом сверхдорогого юнита, занимающего все его КО. Тут важно сказать и про то, сколько игрок вообще может потратить ЛС за весь бой. Ну, понятно, что больше трех тысяч. На моей практике игроки обычно тратят в не самых таких ярких боях, но тем не менее довольно продолжительных, не больше 4-5 тысяч ЛС. Однако, это далеко не предел. Опытные игроки, которые искусно владеют механикой возврата ЛС, могут потратить и 6 тысяч, и 7 тысяч, и даже 8 тысяч. 9 тысяч ЛС, я бы сказал, уже нереально. Если в конце боя вы видите игрока, который потратил от 9 тысяч ЛС и больше, то это скорее всего читер. А если он еще и больше 10 СП потратил, то это 100% читер. Так что будьте бдительны. И кто-то наверняка подумает, боже, какая путаница, как все сложно, что мне-то, простому новичку делать, чтобы у меня всегда были ресурсы, и под конец боя я не остался в одних труселях. Ответ прост. Внимательно следите за вашими КО. Это самое важное. Не всегда оправданно брать самые дорогие юниты в больших количествах. Ориентируйтесь именно на половину КО. Это удобнее всего. Если ваше КО забито от 50 включительно и больше, то вы будете получать сильно меньше кэшбэка за потерянные юниты, и как следствие, к концу боя у вас, скорее всего, будет жопа с ресурсами. Если же КО забито до 49 включительно, то, можно сказать, ваши руки относительно развязаны. Кэшбэк за потерянные юниты вы получаете большой, а значит, имеете право на ошибку. Можете слить какой-нибудь юнит, все равно вам довольно быстро очки за него вернут. Только, пожалуйста, не увлекайтесь. Это не значит, что можно налево и направо сливать юниты. Если у вас есть какой-нибудь дорогой танк, который, немаловажно, приносит вам пользу, пусть он у вас останется. Слить его вы всегда успеете. Что еще важно понимать? ЛС вам возвращают только за юнит, который взяли лично вы. Равно как ИКО занимает только юнит, который взяли лично вы. То есть, если, например, вам союзник отдаст танк, КО этот танк вам не прибавит. Оно может быть у вас вообще хоть полностью забито. И если вы этот танк потеряете, ЛС будут возвращаться к игроку, который этот танк первоначально и взял. То бишь, ваш союзник. С отремонтированной техникой все еще веселее. Если ваш танк подбили, и в логах об этом напишут, это важно, вам тут же начнут возвращать за него ЛС. Но, если ваш танк подбили не до конца, правильно, никто не мешает вам его починить. И если вам удастся его починить, то считайте, что вы в шоколаде. Потому что вы управляете тем же танком, за который вам возвращают, а может быть уже и вернули его полную стоимость. И при этом ваш танк не занимает КО, потому что формально считается уничтоженным и игра его не видит. Иногда прошаренные игроки, которые готовы пойти на любую низменность, лишь бы получить преимущество в игре, обузят эту механику. Например, ломая собственное орудие, в логах об этом пишут, но до конца орудие не ломается. И в итоге они получают халявное орудие с полным возвратом очков. Что я могу сказать по этому поводу? Это багаюз. Любой, кто делает это специально, чмо. Но иногда это происходит случайно. В любом случае, я считаю знать об этом необходимо, чтобы лишний раз в бою не удивляться всяческим махинациям. Между тем, будьте осторожны с таким юнитом, как тяжелый пулемет. И если ваш тяжелый пулемет уничтожит, ну или вы сами его уничтожите, и при этом его смерть не отобразится в логах, вот почему логи важны, он будет занимать КО, несмотря на то, что его уже даже не существует. И поверьте, это не редкость. Он чуть ли не всегда разрывается, так сказать, бесследно для игры, и гарантированно дает вам лишние 5 КО, от которых вам никак не избавиться. Так что еще раз, будьте очень осторожны. Теперь дважды подумайте, нужен ли вам тяжелый пулемет с таким вот неприятным подвохом. 5 КО это на самом деле серьезно, и они могут вам очень сильно испортить игру. Ну и последний вопрос, который мы сегодня разберем, довольно, кстати, популярный вопрос, что это за странная шкала? На самом деле здесь все просто, но как объяснить это простыми словами, я вот честно не знаю. Попробую. Всего тут две шкалы. Пока вы видите только одну, оранжевую, которая показывает, сколько у вас сейчас СЛС. То есть она напрямую коррелируется вот с этой цифрой. Как только вы берете какой-то юнит, оранжевая шкала уменьшается, соответственно, на стоимости этого юнита. Например, сейчас я взял пуму, которая стоит 300 ЛС, и, соответственно, шкала похудела на 300 ЛС. Так в чем же суть данной шкалы? Она заполняется, пока левая цифра не сравняется с правой. Напоминаю, что правая цифра ни от чего не зависит, она сама по себе растет до 3000 и останавливается на 25 минуте. Кстати, забыл сказать крайне важную вещь. Как только наступает 25-я минута боя и прекращается постоянный прирост общих ЛС, возврат ЛС, по сути, становится вашим единственным доходом и источником этих самых ЛС, что еще больше подчеркивает важность данной механики. Но вернемся к шкале. Ваша задача – не допустить, чтобы оранжевая шкала полностью заполнилась, или другими словами, не допустить, чтобы левая цифра сравнялась с правой. Иначе вы просто перестанете получать ЛС за потерянные юниты, в том числе и за тот самый потерянный Королевский Тигр. И хоть я вам и наговорил чего-то сложного, решается эта проблема элементарно. Просто возьмите хоть что-то, любой юнит. И тогда оранжевая шкала откатится, и вы снова начнете получать ЛС. Я вам даже больше скажу. Вы вряд ли попадете в ситуацию, когда у вас эта шкала полностью заполнится. Потому что для этого нужно тупо ничего не брать весь бой. Либо ничего не терять. А это невозможно. Поэтому сильно не заморачивайтесь. Давайте лучше рассмотрим вторую шкалу. Желтую. Которая появляется, когда вы теряете какой-то юнит. Я думаю, уже все понятно. Потерял я пуму, который брал за 300 ЛС. И эти самые 300 ЛС отобразились в виде желтой шкалы. То есть простыми словами, желтая шкала показывает возврат ЛС. Постепенно оранжевая шкала догоняет желтую. И как только полностью ее догонит, это означает, что вам вернули все ЛС за потерянные юниты. То есть на самом деле оранжевая шкала сама по себе бесполезна. Но вот когда появляется желтая шкала, можно очень удобно играться со своими ресурсами. Где-то слить юнит, где-то подождать и так далее. Надеюсь, суть уловили. Главное, что вы должны понять после всего сказанного. Вам в любом случае придется терять юниты. Это даже нужно делать. Парадокс, но чем меньше юнитов вы теряете, и чем больше юнитов убиваете у врага, тем беднее вы становитесь. На этом все. Я понимаю, что данное КМБ больше похоже на нудную лекцию. Но, друзья, я постарался для вас сжать информацию и максимально доступным языком объяснить не самые простые и очевидные вещи. Очень надеюсь, что у меня получилось. Если вы узнали что-то новое, обязательно отпишитесь в комментариях. Если я где-то ошибся, обязательно поправьте меня, потому что, честно говоря, данная тема стала для меня тоже своеобразным открытием. И перед тем, как делать данное КМБ, мне пришлось досконально изучить все тонкости экономики, а затем и упаковать всю эту безумную информацию в одном видео для вас. На связи был Флесс. Грамотно используйте полученные знания и приготовьтесь к победам. Конец связи. Продолжение следует...